Первая тема, о которой поговорили во время эфира – дороги. Игорь Осабин рассказал, по состоянию на 20 мая в Саранске за счет средств Дорожного фонда Республики идет ремонт девяти автомобильных дорог. Это участки на улицах Лихачева, Огарева, Полежаева, а также на Заводской, Комарова и проспекте «50-летие октября». Ремонтируются дороги в рамках профильного нацпроекта. Это еще шесть участков. Отдельное внимание уделили давно волнующему объекту – дороге по улице Фурманово. По ней было особенно много вопросов и обращений. Есть конструктивные сложности по нынешнему ремонту. Все прекрасно знают, что было большое дорожание на строительные материалы, поэтому два раза мы объявляли аукцион. К сожалению, ни одна компания не вышла на этот аукцион. Было нами рассмотрено в рамках увеличения финансовой части этого контракта корректировка проектной документации. Сейчас эта корректировка заканчивается. В ближайшее время уже с новой стоимостью этот участок дороги будет выставлен на аукцион. Другие обращения поступили от жителей улицы Солнечная. Дороги в этом микрорайоне тоже оставляют желать лучшего. Игорь Осабин прокомментировал, несколько лет назад была разработана проектная сметная документация. Тогда дороги построить было можно. Сейчас это уже настоящая проблема. Тогда не было запрета на положение в республике, когда ограничения. Сейчас они есть. Поэтому мы сейчас рассматриваем совместно с правительством республики, как выйти из этой ситуации, чтобы можно было сделать какие-то работы, чтобы улучшить на данной территории и проезд транспорта. Ну и самое главное, чтобы могли жители ходить по дорогам, школьники по тротуару в школу. Обсудили и вопросы благоустройства. Одна из проблемных зон в Саранске – площадь тысячелетия. Для многих горожан это любимое место прогулок. Однако впечатление портит разрушенная брусчатка. В город администрации про эту проблему знают не понаслышке, но решить ее пока нет возможности. Чтобы восстановить зону возле фонтана, где плитка, посчитана смета, там около 100 миллионов рублей. Чтобы восстановить брусчатку, там в районе 90 миллионов рублей. Поэтому мы сейчас совместно с республикой ищем эти средства. Если мы обратились к нашим друзьям в Москве, возможно, будет оказана помощь, и мы эту площадь сможем отреставрировать. Также во время эфира обсудили проблему ржавой воды и вопрос строительства в городе новых детских садов. Городоначальник отметил с 2023 по 2026 годы в Саранске планируют открыть шесть дошкольных учреждений. Почти все они будут располагаться в новых микрорайонах. Один детсад на 250 мест откроется уже в этом году на улице Кирова. Его достроят к началу учебного года. В центре внимания оказалась и цифровизация общественного транспорта. Пилотный проект уже запущен, и у него определенно есть перспектива развития. До и во время самого эфира было зафиксировано множество волнующих горожан вопросов. Все они уже взяты городской администрацией на контроль. Юлия Мамаева, Народные новости.